К настоящему моменту ведущие производители выпустили около полутора десятков моделей хромбуков — ноутбуков под управлением операционной системы Chrome OS от Google. Модель Acer Chromebook C720 интересна небольшим размером, а HP Chromebook 14 встроены модемом 3G и сравнительно большим экраном. Оба ноутбука оснащены двухъядерным процессором Intel Celeron 2955U с частотой 1,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ у хромбука от Acer и 4 ГБ у хромбука от HP. Оба устройства оборудованы флеш-диском на 16 ГБ. Ёмкость встроенного накопителя не играет существенной роли, поскольку данные пользователя хранятся в облаке. Каждому покупателю хромбука предлагается 100 ГБ в Google Диск на 2 года. Потом за пользование сервисом придётся платить. Ноутбуки имеют экраны одинакового разрешения — 1366х768 пикселей, но разные диагонали — 11,6 дюйма у Acer и 14 дюймов у HP. Экраны глянцевые, выполненные по технологии TN, на них явно экономили. Впрочем, для работы в браузере и с документами они подходят, а это основные сценарии использования хромбуков. По внешнему виду отличить Acer Chromebook C720 от традиционных компактных ноутбуков невозможно. Крышка экрана изготовлена из тёмно-серого матового пластика с примесью металлика. Вокруг экрана имеется широкая рамка из чёрного глянцевого пластика. В верхней части установлена веб-камера с индикатором работы. Блок клавиатуры островного типа немного утоплен, так что на экране отпечатки оставаться не будут. Раскладка аналогична обычным ноутбукам, только верхний ряд имеет специальное назначение. В частности, используется для регулировки яркости, громкости, навигации и включения компьютера. С точки зрения удобства, существенные нарекания могут быть только к уменьшенным кнопкам перемещения курсора вверх и вниз. Под клавиатурой установлен тачпад. К его работе нет замечаний. Скольжение оптимальное, поверхность гладкая, чувствительность хорошая. На передней грани находятся индикаторы питания и статус аккумуляторной батареи. На правой – замок Кенсингтона, порт USB 2.0 и слот для карт памяти SDHC. На левой грани располагаются вход блока питания, выход HDMI, порт USB 3.0 и разъём для гарнитуры. В передней части нижней крышки на скошенных краях находятся решётки двух динамиков. Динамики подходят не только для интернет-коммуникации, но и для фильмов и музыки. Хромбук снабжён вентилятором, который работает постоянно. Корпус HP Chromebook 14 выполнен из пластика, который имеет приятное матовое покрытие с небольшим эффектом софт-тач. Корпус практически не пачкается, не собирает отпечатки пальцев. Скошенные торцы придают внешнему виду оригинальности. Рамка вокруг экрана выполнена из того же пластика, что и основной корпус. В верхней её части находится отверстие веб-камеры. Панель вокруг клавиатуры изготовлена из серебристого полуматового пластика. Клавиши островного типа и немного утоплены в корпус. Покрытие тачпада шершавое, чувствительность хорошая, пользоваться им удобно. На правой грани находится вход блока питания, индикатор заряда, слот для карт памяти SDHD, порт USB 2.0, слот microSIM. Благодаря последнему, хромбук позволяет оставаться на связи при подключении к сетям 2G, 3G мобильных операторов. На левой грани располагаются замок Кентингтона, порт HDMI, два порта USB 3.0, разъём гарнитуры, индикатор состояния системы. Стереодинамики находятся в передней части нижней панели корпуса. Максимальная громкость и качество в целом хорошие. Вентилятор системы охлаждения работает постоянно, даже при отсутствии нагрузки на систему. Уровень шума относительно невелик, но в полной тишине заметен. Для полноценной работы с операционной системой Chrome OS пользователь должен постоянно находиться в сети интернет. Есть возможность иметь несколько аккаунтов на одном ноутбуке. Они полностью изолированы и не мешают друг другу, если не считать ограничение объёма дискового пространства. Вся работа осуществляется в браузере. Присутствующие в меню приложения являются на самом деле ссылками на соответствующие интернет-сервисы. Работа на хромбуке практически ничем не отличается от работы на обычном персональном компьютере в браузере Chrome. Платформа поддерживает обновление встроенного программного обеспечения. Процесс практически полностью автоматизирован. Пользователь может гибко настраивать состав стартового меню, добавлять и удалять программы и расширение браузера. Менять расположение иконок, выводить наиболее часто используемые на полосу задач. В правом нижнем углу находится панель статуса и доступа к настройкам. На ней отображаются оповещения программ, часы, подключение к сети, состояние батареи, раскладка клавиатуры, значок пользователя. Магазин приложений мало отличается от других решений. Каталог разбит на несколько категорий. Есть поиск, система оценок и комментариев. В случае необходимости на хромбуке можно работать без подключения к сети интернет. В частности, доступна работа с офисными документами и электронной почтой в приложении Gmail Offline. Что касается производительности, речь о запуске ресурсоемких приложений не идет. Но с несколькими десятками вкладок устройства легко справляются, если открытые сайты не создают высокой нагрузки. Acer Chromebook C720 работает без подзарядки до 5 часов в режиме просмотра видео и до 7,5 часов в режиме просмотра сайтов. HP Chromebook 14 до 6 часов в режиме просмотра видео и до 7,5 часов в режиме просмотра сайтов. Аккумуляторные батареи в обоих устройствах не съемные. Обе модели Chromebook'ов качественно изготовлены, имеют приятный дизайн и низкую стоимость. Устройство хорошо подходит для работы с интернет-браузером и офисными документами. Однако данные Chromebook'и также отличаются посредственными экранами, постоянно работающими вентиляторами, системой охлаждения и средним временем автономной работы. Благодаря цене они оптимально подходят для студентов, но также могут заинтересовать энтузиастов, которые захотят установить на Chromebook'и другие версии операционных систем и практически полностью снять ограничения числа решаемых задач. Продолжение следует...